Всё, отлично. Всё, идёт запись. Итак, меня зовут Ирина Дельсоль. Я психолог и коуч уже 15 лет. Занимаюсь этим 10 лет, как я закончила МГУ, психологический факультет, и работаю с различными клиентами. Добрый день всем, Елена. Итак, сегодня расскажу про работу с родом. У меня есть целый интенсив, посвящён работе с родом. И я 7 дней рассказывала только про то, как работать с родом, все особенности, все тонкости. Этот курс у нас входит в курс 105 тех. Потому что сейчас за один час я вам расскажу только какие-то основы и какие-то техники дам. И те, кто работают уже с родом, и те, кто не работают, будет интересно всем. Потому что я не сильно буду углубляться в теорию, лучше расскажу практику. Правильно я понимаю, коллеги, что практика намного интереснее. То есть интереснее рассказывать какие-то практические кейсы и какие-то практические запросы, с которыми приходят клиенты. Потому что теорию вы все можете почитать в книгах. Я потом вам могу отдельно прислать в качестве подарка, если кто-то напишет мне три вывода, как всегда. Я вам пришлю список литературы по работе с родом, какие книги, какие источники можно посмотреть для того, чтобы работать с родом. Потому что книг достаточно большое количество. Однозначно для меня, да. Да, то есть лучше, конечно, все-таки практику. Итак, основная книга у нас все равно «Синдром предков», «Трансгенерационные связи», «Семейные тайны», «Синдром годовщины», «Передача драм» и «Практическое использование генуса социограммы». Это Анселин Шуценбергер. Это книга просто всем, кто работает вообще с семьей, с семейной системой, с расстановками, с психодрамой, методом психодрамы. Ну, то есть это книга, которую просто мастерит, нужно читать обязательно, потому что раскрывается очень много тонкостей именно в работе с психодрамой. Книга очень тоненькая. Ну, вот она прям вот так усенькая. Но там каждое слово – это драгоценность. Мало того, Анселин Шуценбергер, по-моему, есть даже интервью. Она француженка или из Швейцарии. Я точно не могу сказать. По-моему, из Швейцарии. И есть интервью ее. Можно даже интервью посмотреть. Она такая уже старенькая сидит там. Но очень приятная женщина. И можно прям послушать, вы знаете, первый источник. Когда слушаешь, это очень-очень приятно. Я когда ездила в Америку, в США, на международную психологическую конференцию, и там видела Ирвина Елова, потом Минухина видела. Я такая, о боже, это наши учителя, учебники и книги, по которым я училась. Ну, то есть, когда видишь этих людей вживую, то возникает очень такое теплое ощущение, что, о боже, я к этому причастна, я занимаюсь психологией. Это настолько интересно. То есть, мы погружаемся вот в этот мир. Кажется, что мы имеем какую-то связь с этими людьми, и вот они живые, прям, знаете, такие живые легенды, которые ходят и еще живы в наше время. Ну, к сожалению, уже Минухин ушел, но Елом, по крайней мере, еще живой. Поэтому я прям видела Елома, Ирвина Елома близко-близко. И, ну, немножко для того, я не знаю, коллеги, знаете меня, если знаете, поставьте плюсики, пожалуйста. Если не знаете, поставьте нолики. Ну, я про себя еще раз говорю. Много не буду говорить. Вы можете прочитать. В интернете у нас клуб. Я занимаюсь психологами уже 10 лет. У нас клуб про психологию и про движение. Ну, то есть, очень много людей и большое количество участников в клубе. Я всем помогаю в основном продвигаться и работать с клиентами. То есть, я учу и работать с клиентами, потому что у самой очень много практики, и учу продвигаться, где находить клиентов, как находить клиентов онлайн, потому что я путешествую очень много и, соответственно, в путешествиях всегда работаю, продолжаю работать с клиентами в основном онлайн. Вживую очень редко работаю, только если какое-то продолжительное время живу в одном месте. Тогда, соответственно, работаю с клиентами вживую. Либо бывают такие случаи, когда клиенты из Америки, из Нидерландов или, вот я помню, из Норвегии ко мне девушка приезжала. Ну, то есть, когда мы с ними пересекаемся где-то вот на одну-две встречи вживую, тоже очень приятно. Еще раз, в основном я все равно всех клиентов нахожу онлайн. И очень успешно нахожу, потому что у нас своя компания, мы продаем курсы, онлайн-курсы, занимаемся с психологами, очень много тратим на это время, энергии и вкладываемся в каждого нашего клиента для того, чтобы каждого психолога вывести на достойный уровень. Итак, все, про себя все, поехали. Первое, что я делаю, когда я работаю с семейной системой, неважно, с какой темы приходит человек, я все равно прошу его составить гинограмму. Гинограмму мы рисуем либо вместе с ним, если он не хочет делать домашку, такие клиенты тоже бывают, либо он рисует ее самостоятельно, я объясняю, как. Поэтому гинограмму, в каких случаях вообще я рисую гинограмму, с какими запросами чаще всего приходят люди, когда я иду в рот. Я не всегда прям иду в рот, но чаще всего иду в рот, потому что я семейный психолог, закончила кафедру МГУ, возрастную психологию, и считаю, что очень большое количество проблем у нас от рода тянется. А снова еще раз говорю теорию, не буду вас сильно много посвящать, потому что это не имеет смысла. Итак, смотрите, добрый день. Вижу, да, Лидия, спасибо большое. Итак, смотрите, коллеги, когда у меня есть прям целый список, чек-лист, у меня есть 30 основных страхов и проблем, которые передаются из поколения в поколение. Этот список составила я сама. Он основан как раз на профессиональном опыте, не только моем, но и опыте других специалистов по работе с родом, с психогенетикой, с родовыми сценариями. Когда женщина не может забеременеть? Это тема, с которой я работаю и всегда иду в рот. То есть я ищу, какие возможные причины страхи беременности, какие-то, возможно, были выкидыши у нее, у мамы, у кого-то в роду были, то есть у ее тети, может быть, еще у кого-то. То есть я всегда ищу. Вот Лидия пишет, я работаю как семейный расстановщик в том числе. Если у вас есть какие-то подобные случаи или подобные кейсы, с которыми к вам женщины или мужчины обращались, то есть вы можете тоже писать. Мне будет очень интересно, потому что еще раз, вот женщина не может забеременеть. Каким способом работаете вы? Я иду всегда через род, потому что вот три основные темы, с которыми я работаю, это первая тема, когда я работаю с невозможностью забеременеть, при том, что все физически нормально, а психологически, прям сами врачи рекомендуют обратиться к психологу. То есть есть какая-то психологическая причина, почему человек, почему женщина не может забеременеть. Человек сказал. Хорошо. Еще утро, видимо. Человек не может забеременеть. Почему женщина не может забеременеть? Дальше. Женщина не может выйти замуж, или мужчина не может жениться. Американцы очень часто обращаются с темой, что они никак не могут жениться. Ну, то есть если у русских или у славянских женщин вот так есть проблемы, когда они никак не могут выйти замуж, то иностранные мужчины часто приходят, они никак не могут встретить спутницу и жениться. И, конечно, тема денег. То есть три темы. Основные темы, основные запросы, и чаще всего как раз с ними и приходят. И с этими запросами я всегда иду и копаю тему рода. Итак, я строю гинограмму. И с гинограммой уже работаю. У меня сложности в составлении гинограммы, к сожалению, дальше поколение предыдущих источников не нашла. Про дедушек. Источников не нашла. Смотрите, как правило, мы выстраиваем два... Ну, кто помнит два, кто помнит три. Ну, кто-то помнит даже четыре поколения. Мы считаем первое поколение, это мы сами. Понимаете, да? То есть мы сами, дальше родители, дальше наши дедушки и бабушки и четвертое поколение прадедушки и прабабушки. То есть вот докуда человек помнит, дотуда составляем, пишем, рисуем вот эту гинограмму. Дело в том, что есть люди, которые, например... У меня был клиент, который знал только, что у него есть мама, которая его сдала когда-то в детдом. И все, остальных источников вообще не было. То есть, ну, вот все, он два поколения. Он знает самого себя, и он знает свою маму. И то мама тоже где-то там когда-то уже скончалась. И, в общем-то, ну, он практически ничего вообще не знает о своих предыдущих поколениях. То есть он вырос в детдоме, и, соответственно, у него только вот... И мы работаем только с тем, что есть. Все остальное исходит из его чувств. Он чувствует, что вот так-то и так-то. То есть в таком случае сложновато, конечно, работать с гинограммой, но, тем не менее, это есть. Что дальше? Смотрите, есть люди, те, которые очень глубоко копают. Я знаю таких людей, потому что они видят эффект от работы с родом. У меня есть клиентка, которая уже больше года работает только с родом. Только с родом. И у нее в жизни глобальные изменения, потому что можно, мне кажется, работать только с родом. И уже там, я не знаю, квартиры, машины, замуж, здоровье. Ну, то есть все просто меняется, меняется в лучшую сторону. Ну, это фантастика какая-то. То есть можно работать только с родом. Вот она пошла вообще очень круто, потому что она пошла в архивы. Она пошла... Потому что, зная хотя бы что-то, и хотя бы собрав какие-то документы, какие-то даты рождения и смерти, которые можно легко найти на кладбищах, если у вас родственники где-то на одном кладбище похоронены, то есть можете прям поехать и выписать все даты смерти, имена, фамилии, отчество. И понимая вообще, где человек хотя бы мог родиться и какую-то родовую цепочку выстрелить, можно пойти в архивы, за государственные архивы и делать там запросы. Это возможно. Сейчас сведения можно восстанавливать. Большое количество уже оцифровано данных, поэтому можно обращаться в архивы, писать какие-то запросы. Есть, наверное, еще какие-то источники. Ну, в основном это родственники, ближайшие родственники, те, кто жив. Я, знаете, как я ездила прям с диктофоном к своим дедушкам, которые двоюродные дедушки. Ну, потому что мой дедушка, к сожалению, рано умер, мне было 17 лет. И, к сожалению, а другой в 5 лет, когда мне было. И я уже по дедушкам не могла ничего собрать. Вот по бабушкам еще что-то там собирала. Но я в любом случае, вот по прадедушкам мне было интересно, потому что они участвовали в войне, и я ездила к ним двоюродным дедушкам прям с диктофоном и спрашивала, а что ты помнишь? А вот что, как вообще, как там все было? Ну, то есть вот они все-все-все вот это рассказывали. И вот эти диктофонные записи, вы знаете, мой сын, который был тогда еще маленький, он сейчас переслушивает. Он говорит, слушай, как интересно вообще про все это слушать. Ну, потому что мы живем сейчас в другом совершенно мире, а наши предки жили в другом. И они рассказывают вот со своей стороны, как все это было. Да, они еще с таким интересом рассказывают. Поэтому вот если у вас есть возможность или у ваших клиентов есть возможность поговорить с кем-то из родственников максимально пожилыми, порасспрашивать, где кто родился, какие истории, кто что помнит. Ну, то есть вот вы услышите просто массу, массу всего интересного и того, что, может быть, даже никогда не рассказывали или рассказывали мельком, но не вам, а какому-нибудь вашему брату. Ну, то есть здесь вы прям, еще раз, с диктофоном прям соберете сведения все от первых лиц, те, которые еще живы. Поэтому, если вы не можете до седьмого колена все выстроить, это не обязательно. Важно, еще раз, скорее чувство переживания клиента, когда мы ищем какую-то фигуру, на которую можно опереться, и какие-то фигуры, которые несут как раз родовые установки, с которыми мы работаем и которые сейчас клиенту мешают жить. По теме репрессии, войны не рассказывали. Вы знаете, да, многие не рассказывают, но, тем не менее, если объяснить им, с какой целью вы собираете эти сведения, то кто-то что-то расскажет. Ну, конечно, про тему войны, вот я не знаю, наш дедушка вообще никогда не говорил на тему войны. То есть он вообще, вот просто это была запретная тема. Единственное, что мы знали, что он пил чистый спирт, потому что он так, после того, как война закончилась, уже очень много лет прошло, он продолжал пить на все праздники только чистый спирт, который, ни водку, ничего, только чистый спирт, который другие пить не могли. И однажды у нас был случай, однажды за праздником чистым столом у меня дядя, такой уже в возрасте, ну, как я не знаю, сколько ему было, лет 30, наверное, и пришел его друг, и друг его говорит, дед Лень, а что это ты, говорит, пьешь отдельно из какой-то бутылки? Дедушка говорит, я помню сама, потому что я присутствовала тогда при этом, и он говорит, ну, хочешь, я тебя тоже налью? Он говорит, да, хочу. Виктор, этого парня звали, и Виктору наливает, и тот отхлебывает, и вот так начинает дышать. Вы знаете, спирт, наверное, могут пить действительно только очень такие крепкие люди, которые со времен войны привыкли его пить, и могут пить. Он не пил прям много, но по праздникам, когда дедушка у меня родом из Украины, из Черниговской области, и он выпивал, всегда говорил по-украински, очень интересно было. Ну, хорошо, давайте не будем про дедушку, про мою историю семейную, сейчас больше. Ну, возможно, вы знаете, вот то, что я рассказываю, возможно, это у вас какие-то воспоминания вызовет, потому что любая работа, даже ваши воспоминания о роде с благодарностью, со смехом, с улыбкой, ну, то есть они все равно вызывают очень положительные изменения, я считаю. Почему? Потому что вот эта принадлежность к группе, принадлежность к своему роду, принадлежность к группе, помните, по пирамиде Маслова, является у нас, ну, у человеческой природы, она является потребностью, то есть мы не можем без этого, нам все равно нужно принадлежать в какой-то группе, вот сейчас мы в группе психологов, еще мы где-то в группе, я не знаю, там любителей собак, еще мы в группе, там семья у нас есть, это тоже наша группа, и вот эта тема принадлежности к своему роду, когда человек прям себе присваивает род, расскажу потом про линию времени, про технику обязательно дам, вот человек набирается силы в этот момент, ну, то есть он становится сильнее, и вы прям видите, у него плечи расправляются, вы по телу очень много видите, когда вы с клиентом работаете, сейчас прочитаю вопрос, так, заряженные, да, это всегда заряженные темы, тема репрессий, тема войны, и тема рода тоже очень заряженная, я когда начинаю работать с клиентом, на тему рода у меня мурашки по телу всегда идут, то есть я понимаю, ага, вот это родовая тема, точно нужно идти туда, сейчас вспоминаю бабушкины рассказы, я осознаю, как много установок в жизни, я взяла себе, даже не понимая, откуда ноги растут, и пришлось долго вычищать из себя то, что не мое, да, к сожалению, ну вот, очень важно оставить себе то, что ценно и важно, но убрать все то, что мешает движению вперед, вы все правильно говорите, Алена, потому что клиенты, когда приходят, они же тоже неосознанно эти установки повторяют, то есть они даже не понимают, что это установки бабушек, дедушек, что это мамины установки, которые она взяла от бабушек и дедушек, и что эти установки уже не работают, уже не актуальны, возможно, тогда они их спасали, вот, ну, например, времена репрессии, да, то есть тема денег, когда приходит клиент, я вчера вот читала прямой эфир, был про то, как работает с денежным мышлением, тема денег, она тоже всегда очень горячая, почему? Потому что мы тоже идем в род и смотрим, а что там в роду, и если человек, как я вчера приводила пример, привык все тратить, ну, то есть он все тратит, он зарабатывает много, вообще не важно, сколько он зарабатывает, люди есть миллионы, зарабатывают и все тратят, и опять у них к концу месяца ноль, 200 тысяч привык зарабатывать, 200 тысяч к концу месяца был ноль, потом, там, я не знаю, 500 тысяч стал зарабатывать, тоже все потратил, опять ноль, опять не хватает, Ну, то есть, это все желание избавиться, чаще всего причина в том, что кто-то в роду был когда-то либо репрессирован, либо раскулачен, либо отобрали все, либо ограбили все, либо пожар был. Ну, то есть, очень много может быть причин. Мы всегда идем в работу с клиентом и выясняем, что там вообще, в какой момент, возможно, он терял имущество. То есть, он рассказывает, вспоминает, а, точно, вот, все. То есть, бабушка и дедушка сказали, не накапливать, не надо копить, все равно отдохнуть. Берут, все равно придут коммунисты, все отберут. Ну, то есть, понимаете, вот эта установка, которая уже, вот тогда она их спасала, а сейчас уже эта установка, которую до сих пор там мужчина, например, несет, она не работает, она уже не имеет смысла. Поэтому, конечно, мы эти установки все вычищаем. И точно так же женщины некоторые говорят там про мужчин, там, вот тема выйти замуж или тема жениться, да, они говорят, да что там эти мужчины? Типа, а почему? Потому что мужчины уж ходили на войну, и мужчины погибали, и влюбляться не надо, потому что все равно, типа, мужчина уйдет, и мужчина умрет, и все равно с ним что-то случится. И это не обязательно война, это может быть какая-то родовая история, например, какая-то система, когда у женщин, мужчины по каким-то причинам погибали. И еще раз, это все бессознательно действует, но женщина дальше, следующим поколениям, несет вот эту установку, говорит, не-не-не, вот не надо, лучше не влюбляться в мужчин. Ну вот выбрала мужчину, влюбляться не надо, и она прям несет своей дочери, понимаете, эту установку, что влюбляться не надо. Можно выйти замуж, влюбляться не надо. А кто-то прям вообще говорит, не-не-не, замуж не надо, и детей не надо, потому что дети, например, погибали. И это очень тяжело, это очень травматично. И вот моя бабушка, она всегда говорила, Ирочка, это самое страшное, что может быть на свете, потерять женщине ребенка. Ну я думаю, что не только женщине, это на самом деле и мужчине тоже очень тяжело потерять. Ну то есть это такая очень сильная травма, когда теряют ребенка. Почему? Потому что моя бабушка уже во взрослом возрасте умер старший сын, у нее три сына было, вот старший сын умер, и она мне эту установку несла. И я ходила к психологу, прорабатывала, потому что у меня был очень сильный страх за моего ребенка. И мы вытаскивали эту проблему как раз из моей родовой истории, понимаете. Вот сейчас посмотрим, потому что ваши комментарии такие интересные. Про род всегда интересно. Про род, вот я помню, когда мы учились у Черникова на семейной системной терапии, Александр Ченков, тоже очень рекомендую его книги, удивительнейший психолог, ну просто потрясающий, обожаю Александра. И он как раз рассказывал, и вот эти гинограммы мы строили, и вот каждый человек походил, рассказывал свою семейную историю. Знаете, это как книга, как сказка, садишься и слушаешь и думаешь, о боже, неужели? То есть вот все, что он помнит, там не надо было что-то рассказывать того, чего не было, а вот все, что он помнит, и он просто рисовал и рассказывал про свой род, и каждый сидел такой, о боже, это сказка, это прям, вот не надо в кино ходить. То есть просто послушать про то, как устроена родовая система, какие истории там есть в роду. Это самое интересное, мне кажется, было из всей системной семейной терапии. И вот Алена пишет опять, да, тема денег, восторг, мне бабушка с пеленок закладывала, что деньги это грязь, неприлично брать деньги, вообще надо быть выше этого. Да, тоже такая тема, но смотрите, у них тоже, они же не просто так это все транслировали. Они транслировали это, потому что у них срабатывал защитный механизм. То есть какая-то история произошла либо с бабушкой, либо с ее мамой, и эта установка передается еще раз из рода в род, потому что вот эта тема всплывала когда-то, и было опасно, опасно говорить. Вот почему многие говорят, деньги любят тишину, там, или еще что-то. Да потому что, если расскажешь, просто действительно там обворуют, или что там еще, ну, то есть отберут, раскулачат. Ну, то есть эта поговорка появилась не просто так, а она появилась именно из практики. И это все несет, помните, защитную функцию. То есть все установки, они неплохие, они нехорошие, они все защищают нас. Соответственно, мы бессознательно, с бессознательным работаем, потому что мы психологи, и мы бессознательно, и вот это все вытаскиваем на поверхность для того, чтобы понять, а до сих пор с какими установками мы-то живем в современном мире, который уже не действует, деньги любят тишину, они тогда действовали. Когда там, я не знаю, 91-й год был, когда бандитизм был, когда раскулачивали, когда репрессии были, когда все отбирали. А сейчас, возможно, спокойно, вот, пожалуйста, журнал Forbes публикует все данные там о всех миллионерах, и никто не говорит, что там деньги любят тишину. Дальше. Так, а вторая бабушка вечно копила на черный день. Ох, и разрыв шаплона. Да, вот этот черный день, я тоже вчера рассказывала про денежное мышление. Черный день, когда люди копят прямо на черный день, отказывают сами в себе, в деньгах, то, соответственно, опять же смотрим. Ну, вот этот копить на черный день тоже какая-то ее установка, родовая установка. То есть на черный день копили, возможно, ее родители. Возможно, родители и родители копили. То есть это все вот это вот копили и откладывали, и себе во многом отказывали, чтобы на гроб хватило, чтобы вот у меня там одежда лежит, дырочка, вот здесь деньги лежат, там если что, там чего-то как-то. Я просто пошла и на все деньги спокойно все потратила, все на бабушку. Сама ее похоронила. Ну, то есть не искала никакие там похороны, ничего этого не было. Ну, то есть здесь мы смотрим, какие установки еще раз у них. Потому что страшно, все от страхов. Ну, то есть любая тема страхов, в принципе, с которой к вам клиенты приходят, вы тоже с ними можете работать и идти в рот. Алена пишет, Ирина, доброе утро. Вы начинаете работать с ротом, с клиентом по его запросу или инициатива с вашей стороны предлагаете в эту сторону работу. Я по запросу работаю, естественно. То есть клиент приходит с запросом и я ему уже потом могу предложить пойти в рот покопать. Но чаще всего я иду в рот. Но я не строю, знаете, с каждым клиентом гинограмму, потому что это было бы слишком трудозатратно и для него, и для меня всю гинограмму разбирать. Мы разбираем какой-то кусочек гинограммы. Но если клиент просит, либо вот группа студентов, например, когда я обучаю, вот у меня есть обучающие терапевтические группы, то есть когда я обучаю студентов, то я их прошу всю, естественно, гинограмму нарисовать и все вопросы исследовать. Почему? Потому что, ну, я могу рассказать там, сейчас, потому что там, во-первых, вся семейная система понимания, например, если женщина приходит, я хочу родить второго ребенка, и откуда у нее этот вопрос? Ой, сейчас, я не знаю, я вышла, нет? А, вот что-то на это челкнуло. Откуда у нее этот запрос? То есть я смотрю всю семейную систему. Почему именно второго ребенка? Почему вот ей одного ребенка не хватает? То есть я смотрю, сколько детей было. Я прямо спрашиваю, я говорю, а сколько детей было у вашей мамы? А сколько детей было у вашего папы? А сколько детей у вашей сестры, у вашего брата? Ну, потому что у нее вот этот второй ребенок, эта родовая система требует этого второго ребенка. Это не то, что она, знаете, хочет этого второго ребенка, вот потому что она говорит, слушайте, да у меня у всех, у всех подвое детей, у мамы моей было пять детей, у папы моего там со стороны, В смысле, сколько было детей в родовой системе мамы и в родовой системе папы? Вот так. Ну, то есть, например, у папы трое братьев, и, соответственно, у бабушки было четверо детей, а у мамы тоже, у моей мамы, например, она там какая, пятая или нет, она четвертая, наверное, да, по счету. То есть в родовой системе мамы, соответственно, было пять детей тоже. Ну, то есть, получается, там четыре, там пять, у мамы трое детей, у брата двое детей. Ну, то есть, получается, что у всех много детей, а у неё только один ребёнок. И у неё всё, у неё вот это вот желание родить второго ребёнка, а, возможно, даже и третьего ребёнка, а у неё никак не получается, там ещё что-то. И она приходит с таким запросом, почему у неё не получается второй ребёнок? У нас с мужем всё нормально, у нас второй ребёнок не рождается. Что делать? Экологически идем и смотрим, разбираем гинограмму. То есть я смотрю семейную систему, это по гинограмме. Что я еще смотрю? Конечно, я смотрю семейные верования, семейные ценности. Вот то, что мы говорили про деньги, во что семья верит. Там может быть и религиозное какое-то направление, есть ли какие-то тоже там конфликты или нет. Смотрю, какие ценности несет вот эти ценности установки, ритуалы какие-то. Потом смотрю обязательно семейные тайны, потому что всегда есть какая-то семейная тайна, которую очень часто бывает какая-то семейная тайна, которую люди хранят. Например, кто-то в семье когда-то закончил жизнь самоубийством, не рассказывают детям. Кто-то когда-то сидел в тюрьме, тоже могут не рассказывать детям. У детей всегда будет подскудно какое-то чувство, что что-то не то. Вот они, знаете, они не могут объяснить. Они говорят, я вот чувствую, что что-то не то. А что я не могу сказать? Очень интересно бывает, что женщины не рассказывают, кто отец. и ребенок тоже подскудно чувствует, что этот отец его. Но у него есть чувство, что что-то не то. Он говорит, Ир, что-то не то. И тогда, конечно, я рекомендую откровенно очень поговорить с мамой, потому что неизвестно. Иногда, ну, знаете, сейчас расскажу тоже случай, когда пришла женщина. Она говорит, Ир, моему сыну уже 21 год, и мы с мужем, он очень осознанно женился на мне, когда я была беременна. Но отец у него другой. Другой отец тоже знает, но другому отцу все равно было. И они приняли решение, что... Они скажут, что вот этот новый муж, он и есть отец ребенка. 21 год. Они ему не рассказывали. Представляете? Она говорит, ну, вот я 21 год хожу, и у меня чувство вины, и у меня вот это чувство, оно очень мешает, потому что я хочу рассказать вплоть до самоубийства. То есть она сама себя уже начала калечить, она сама себе неосознанно начала причинять вред. Неосознанно, еще раз, коллеги, не то, что вот там что-то, но она упала очень сильно с горы и разбилась. Она говорит, я думала, что все вообще. И первая мысль была, что Женя рассказала своему сыну про то, что этот отец ненастоящий. То есть такие истории, я говорю, в книгах не написано. То, что приносят клиенты, то, что они рассказывают, ну, настолько интересно. И это вот семейная тайна, которая хранится, и чувство вины, которое неосознанно передается сыну, и сын не может никак понять, что не так с мамой, почему вот у нее вот это чувство вины. Чувство вины отражается на теле, на лице, в разговорах, везде. То есть подспудно, бессознательно, все равно каждый ребенок чувствует, что с его мамой что-то не то, понимаете, да? Ирина, во сколько лет можно рассказать ребенку про самоубийство в аду? Кого считать настоящим отцом? Вы знаете, я бы, наверное, рассказала про это, ну, уже когда более взрослый, там, в подростковом возрасте. И, наверное, если бы был какой-то случай, ну, потому что сейчас вот такое бывает, что у подростков они, возможно, впервые сталкиваются со смертью, там, или где-то как-то. Или вообще, когда рассказывала бы про род, про семейную систему. Но не просто про вот этот случай отдельно я бы стала рассказывать, что вот, знаешь, у нас там был родственник, который закончил жизнь самоубийством и так далее. Но я бы рассказала про это, или когда у подростка вот есть тоже суицидальные наклонности или еще что-то. То есть я бы рассказала. И рассказала бы, знаете, как, ну, вот, как притчу какую-то, как учительный урок какой-то, какие уроки вы извлекли из этого. Рассказывала бы про то, что вот, ну, моя бабушка, она, знаете, такая набожная всегда очень была, она говорила, Ирочка, самоубийц не хоронят там на кладбище, их отдельно всегда хоронят, их там не отпевают, там еще что-то. Она меня всегда пугала этим очень. Ну, то есть какие-то вот эти истории, они, соответственно, ну, защищают, защищают род от самоубийства в том числе. Почему так церковь поступает? Потому что не хочет, чтобы люди, соответственно, заканчивали жизнь самоубийством, и какую-то часть населения, конформистов, ну, так называемых постсоконтальной психологии, это пугает. Ну, то есть люди не заканчивают жизнь самоубийством только потому, что они очень сильно верят, и, соответственно, они понимают, что, ага, если я вот сейчас так сделаю, то меня, соответственно, там не будут отпевать и в общее кладбище не похоронят. Ну, то есть, поэтому это часто, ну, это все... Смотрите, в обществе у нас очень хороший гомеостаз все-таки налажен. То есть, да, какая-то... Мы стремимся к сохранению сообщества все равно. Что бы ни происходило в обществе, что бы ни происходило в семье, это как семейный гомеостаз, вот эта теория семейного гомеостаза. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить семью целостной, какой бы она ни была. Вот здесь все то же самое. То есть церковь тоже стремится сохранить как можно больше людей полными, невредимыми, здоровыми, что бы там ни происходило. Вот здесь все то же самое. То есть, кого считать настоящим отцом? Это уже сам ребенок может определить, сам клиент будет определять. Но такое право, я считаю, ему можно было дать. Но это еще раз, это личное право клиента. Мы не можем вмешиваться в это, понимаете? Мы вообще не можем вмешиваться в установки клиента, в ценности клиента, в верование клиента. Он сам, только сам может их поменять, если мы ему будем задавать какие-то вопросы. И если он хочет это поменять, если он не хочет этого делать, мы не можем ничего сделать. Все. Мы не боги, мы не судьи, мы психологи, мы всего лишь психологи, в котором люди обращаются с проблемой. И мы помогаем им эту проблему решить. Все. Но у человека есть полное право отказаться от терапии, отказаться от изменений, отказаться от того, чтобы менять свои ценности или отказаться от того, чтобы рассказывать ребенку про так называемую вот эту семейную тайну, семейные скелеты в шкафу. Ну, то есть мы ничего не можем сделать. Мы, еще раз, только можем рассказывать, что для вас слово «настоящий» будет спрашивать. Ну, правильно. Ну, то есть у каждого свои какие-то понятия. И у вас, например, слово «настоящий» будет обозначать что-то одно. У другого человека слово «настоящий» будет обозначать что-то другое. И здесь только сам клиент может решать. Итак, давайте я продолжу про гинограмму. Что я еще смотрю? Я смотрю на медицинские показания, потому что, ну, опять же, вот приходят клиенты, которые говорят, что, например, слушай, у меня отец умер в 42 года от инфаркта. Мне скоро 42 года. Я очень боюсь инфаркта, я очень боюсь сердечных заболеваний, я очень боюсь, что у меня будет то же самое, что с инфарктом. Ну, то есть я всегда смотрю медицинские вот эти данные по роду. То есть смотрю, кто от чего умер. От пожаров. Однозначно люди будут бояться, огня будет, потому что передаваться истории. Вот чтобы только пожара не было, а вот ты застраховал, а вот ты там это. Когда тонут люди в роду, дети тонут, или люди кто-то тонет, тоже смотрим обязательно, потому что тогда, скорее всего, будет передаваться вот этот страх воды, страх большой воды, плавать и так далее. То есть мы всегда смотрим. У меня обращалась девушка одна, она говорит, я могу в воду входить глубоко. Вот здесь вот немножко поплаваю, но дальше прям вообще мне очень страшно, ну прям очень страшно, я боюсь входить в воду. То есть мы смотрим, что там. Кто-то, возможно, тонул в роду. Потом пожары, вот утонул, самоубийство, я сказала, да. То есть я смотрю причину смерти всегда. Причину смерти в роду. Потому что вот эта причина смерти в роду, особенно если что-то случилось, какие-то землетрясения, какие-то критические ситуации, где-то люди погибли, аварии, там еще что-то случилось. То есть все смотрим, причину смерти, инфаркты, хронические заболевания, диабет. Ну то есть там, я не знаю, у людей еще раз, вот эти вот остатки историй ложатся в бессознательное, и дальше это бессознательное защищает нас. Понимаете? То есть вот нам кажется порой, что человек со стороны ну как-то нелогично себя ведет. Ну так нельзя жить, нельзя с этим мужчиной жить, нельзя так себя вести, нельзя так делать, там еще что-то. Просто мы не знаем его история. Просто мы не знаем, какая у него была история, почему он не хочет купаться в море и детей своих не пускает в море, или почему он построил такой большой дом, застраховал его на миллионы денег и живет в этом доме, боясь пожара там, или еще что-то. Ну то есть мы понятия не имеем, что там в бессознательном клиенте работает, в бессознательном у других людей работает, почему они так себя ведут. Потому что защитные механизмы включаются, Зигмунд Фрейд, защитные механизмы, которые описал, я очень ему благодарна, потому что там все написано, там все написано, почему они не включаются. Ну, медицинские я сказала. Так, что еще можно выяснить? Так, отношения внутри семьи, паттерны какие-то, когда там кричат люди, эмоциональные какие-то вещи. Ну то есть это я тоже всегда смотрю, потому что если папа кричал, например, ну то, соответственно, и дальше там все это будет кричать. Ну, по гинограмме коротко, ну вот количество детей я сказала. Что там еще? Профессии очень часто. Профессии национальности интересно. По национальностям тоже интересно. У меня тоже подруга, она вышла замуж за украинца, и она говорит, Ира, ты знаешь, она тоже психолог, и она говорит, Ир, ты знаешь, я посмотрела гинограмму, у нас очень интересно, в роду, оказывается, есть такая история, где либо мужчина женился на украинке, либо я, там, женщина выходила замуж. То есть всегда кто-то, один русский, один украинец, один русский, один украинец. Ну, то есть это прямо родовая история у нее. Она говорит, слушай, я так удивилась, говорит, ну вообще, ну как, откуда, говорит, я понятия не имела, как это работает. То есть я смотрю на национальности, смотрю на профессии, тоже очень интересно посмотреть, ну, какая профессия в роду была, потому что есть же вот эта профессия, которая передается из рода в род, такая династия. Ну, то есть мы все смотрим, потому что это все в совокупности влияет на проблемы, с которыми приходит клиент. То есть мой страх воды был связан с тем, что дядя, папин брат, утонул с 25 лет, а я 50 пошла учиться плавать, как двойная годовщина. Возможно. Вот, кстати, про синдром годовщины очень хорошо описано как раз у Анселина Шуценбергер в книге «Синдром предков». Про синдром годовщины, мне кажется, это самое лучшее описание. Ну, то есть мы работаем вот с этим синдромом годовщины. И вот вы знаете, есть вероятность, что родовая фигура, ну, вы, например, вы можете сломать вот этот родовой сценарий, пойдя, например, вот как Елена сделала, пойдя учиться плавать и прям поломать все вот этот семейный сценарий. Все. То есть дальше этот страх не будет передаваться. То есть вы поняли, что плавать не страшно. Вот, пожалуйста, бассейн, вот вода. Возможно, если вы даже будете дальше плавать там в открытых реках, там еще что-то, этот страх преодолеете. Ну, то есть дальше вы уже следующим поколением будете рассказывать и нести, и транслировать бессознательно, что абсолютно нормально плавать. Ну, то есть вот прям будете это транслировать, и все. И ваши дети, ваши внуки уже будут спокойно плавать. Они будут говорить, о, Боже, да, плавать так классно, так здорово. Ну, то есть все. Родовой сценарий ломается. И те, кто приходят, отваживаются к психологу и работают с родом, вот особенно, говорю, так как вот работает моя клиентка, уже длительно в течение года, полутора лет мы с ней работаем, только с родом. Ну, это прям вообще вот тема-тема. Итак, я уже рассказала, вот женщина не может забеременеть, женщина не может выйти замуж, мужчина не может жениться, желание покончить с самоубийством, страх самоубийства ребенка, все туда же. То есть мы работаем с родом. Частая потеря денег или страх не высовываться, так называемая, действует программа как раз раскулачивания, репрессии с обрушилкой, тюрьмы, убийством. Потому что есть случаи, когда убивают из-за денег, и там тоже дальше вот этот страх, что могут убить из-за денег. То есть у меня была девушка, студентка, у нее прям, ну, это сразу открылось, она плакала прям во время ученической сессии. Ну, то есть, потому что она говорит, я поняла, я поняла, откуда у меня вот этот страх, а деньги, вот. Ну, то есть там страшная история. Развод. Причины тоже так же могут быть родители, разводились предки или умирали, или ходили на войну, погибали от несчастных случаев. То есть мы смотрим тоже туда, причину я смотрю в роду. Алкоголизм, наркомания. Смотрим, какие виды зависимости. Страх попасть в тюрьму, страх ребенка, что он может попасть в тюрьму. Частые заболевания в период эцитнота. Сейчас расскажу. Когда возможны причины манипуляции, паттерн болезни ребенка, непонимание родителей в детстве, недостаток любви и общения. Смотрите, когда человек заболевает в период эцитноты, то есть когда вот ему становится все невыносимо, он вдруг начинает болеть. Ну, кто-то говорит, там, психосоматика, еще что-то. Я все равно смотрю, какой принцип у него, какой принцип поведения был у ребенка, когда он был маленький. То есть когда он заболевал, ему оказывали гораздо больше внимания. Понимаете, да, о чем я говорю? Если понимаете, да, вот возможно у кого-то такое было. И вы думаете, как ваша мама. То есть мама начинает заболевать, мы ей все внимание уделяем. Вот этот паттер, пожалуйста, мы этот паттер на сверху. Понимаете, о чем я говорю? Возможно, у кого-то есть тоже дайте мне знак, как вы это напишите. Дальше, постоянное опоздание. Потому что такая тема, я тоже работаю с ней, тоже иду в рот, потому что возможные причины желания привлечь к себе внимание, нежелание приходить на встречу с этими людьми, негативные программы, отвержение себя. То есть я смотрю, что лежит в основе, что там могут быть разные причины, может быть много. То есть даже не то, что я предполагала, но постоянное опоздание это тема для проработки с психологом, что стоит за этим. Дальше. Выключите микрофон. Кто-то разговаривает, наверное? Ольга, да, я вижу. Ольга, а можно микрофон выключить? Ольга? Ольга? Я не знаю, как... Вот я могу выключить? А, вот могу выключить. Сейчас. Вот, наверное, я у нее выключила микрофон. Все. Теперь у меня включен, да, микрофон? Все отлично. А у кого-то микрофон включен, все увидела. Да, спасибо. Дальше. Апатия, депрессия. Работаю. Смотрю. Смотрите, я с апатией и депрессией работаю. очень интересная. То есть я иду в родителей и спрашиваю, насколько родители вас любили, насколько вы были желанным ребенком. То есть возможная причина нежелательное зачатие, нежелательное нежелание иметь ребенка одним из членов семьи. То есть мама, например, хотела, папа не хотел. Есть вот это вот возможное отвержение. Возможно, были аборты у родителей или у самого человека смерть ребенка-близнеца тоже. Возможно, апатия, депрессия. Ну, то есть я исследую эту тему прям глубоко, смотрю туда в родителей. Обиды на маму, на папу и обиды в роду. Ну, то есть это вообще очень частая тема. Естественно, вы, наверное, коллеги все сталкивались с этим. То есть я смотрю, возможные причины семейные конфликты, семейные тайны, невысказанные претензии родственников друг к другу. Ну, то есть есть какое-то, например, есть какое-то непонятное чувство, почему мне не нравится там двоюродный дедушка или почему мне не нравится, например, там, я не знаю, свекровь. Ну, то есть я смотрю, что там вообще, а что в роду было, какая тема, какая программа транслировалась. То есть я иду туда глубже, глубже, глубже. Межнациональные расовые проблемы всегда тоже смотрю, было ли насилие в роду, какие-то межнациональные расовые связи, браки, тайное происхождение, национальности в роду, какие потерянные документы. Ну, то есть это все, вот эти межнациональные расовые проблемы. Смотрю, тоже иду туда в работу с родом. Я вам сейчас перечисляю как раз темы, с которыми приходят клиенты, и я иду работать в род. Программа «Количество детей». Я вам уже рассказала, то есть если там хочет одного, двух, трех детей, а в роду у всех гораздо больше детей, то будут хотеть продолжать. Смерть мужа, смерть жены, смерть детей. Подсознательно иногда женщина несет страх мужа или страх детей и бессознательно, к сожалению, транслирует это. Поэтому вот те женщины, которые транслируют это, тревожные женщины, боятся, что ребенок умрет, что муж умрет, почему они так боятся, что у них там была за история, связанная с этим. Еще раз, это какая-то родовая история. И, соответственно, тоже выявляю эти программы и уже работаю с ними непосредственно, чтобы и эти программы убрать, и чтобы страх ее снизить. И сейчас еще расскажу, обязательно у нас будет про техники, как работать с этим. Коллеги, хотите, перейду к техникам или рассказывать дальше про причины? Интересно, про причины, про запросы, с которыми приходят клиенты, потому что мы сколько? 14 всего обсудили, их 30. Я могу вот эти причины дорассказать. Интересно, отлично. Тогда продолжу причины рассказывать, потом к техникам перейти. Елена говорит, техники, техники давайте. Давайте я вам параллельно сразу техники буду рассказывать. Давайте техники, причины не нужны, с которыми приходят люди. Интересно. Хорошо. Если даже не будет, нужно причины. Кликси разделился, давайте тогда. Давайте так, я причины потом продолжу, сейчас буду давать технику. Давайте технику сейчас дам. Какой техникой я работаю? Есть техника, называется линия времени. Техник линии времени очень много. Я расскажу ту технику, с которой я работаю и почему я работаю, потому что как раз клиент приходит, например, с темой, приходит клиентка, вот реальный случай, приходит клиентка, говорит, Ира, я там маму не помню, папу не помню, ну вот да, что-то там было, но не помню особенно их. И вообще там, а уж бабушек, дедушек там вообще подавно не помню, ничего не знаю про них. Я говорю, отлично, давай сделаем с тобой технику линии времени, посмотрим, что у тебя и как. Берем линию, рисуем с клиентом на листе формате А4, то есть ландшафтом, рисуем линию, соответственно, в самом начале ставим точку, в самом конце ставим точку, в середине ставим примерно точку столько лет, сколько клиенту сейчас. Клиент ставит примерно там черточки вот 0-50 лет там и 100 лет, пусть будет там, или 150 некоторые клиенты ставят, 200 некоторые клиенты ставят лет, до скольки они хотят дожить. И дальше я задаю ему несколько вопросов. Первый вопрос, который я задаю, скажи, пожалуйста, вот ты находился в этот момент, в точке 0, ты пришел в этот мир, скажи, пожалуйста, за что ты благодарен своему роду? Очень часто клиенты говорят ни за что, я вообще не помню, ну вот я родился, спасибо, что родился. Все. Когда дальше мы с ним начинаем копать, я задаю дополнительные какие-то вопросы, ну давай вот с тобой подумаем, давай подумаем, ты родился, вот ты сейчас здоровый, красивый, там с тобой все хорошо, возможно, это генетика. Он говорит, да, слушай, правда, возможно, это действительно генетика. Все-таки есть за что быть благодарными, то есть мы благодарим род за генетику. Хорошо, вот ты там сейчас такой умный, там и то, и то, то есть я не сама ему говорю, что он умный, я бы спрашиваю у него про качество, естественно. Коллеги, не подумайте, что я ему сама говорю, ты такой умный, красивый, я его спрашиваю, какими чертами характера вы обладаете, какие у вас есть качества. И он тогда начинает вспоминать, ага, вот за это, за это, за это я благодарю, какие у тебя там верования, там религиозные, там еще что-то, установки, там все. Он начинает вспоминать, за что он благодарен роду. Дальше мы переходим от точки рода, переходим к точке, где он сейчас находится. Я говорю, отлично, вот скажи, пожалуйста, вот ты в этой точке, какая у тебя цель жизни сейчас, на сейчас, вот в данный момент. Это может быть большая цель, это может быть маленькая какая-то цель, но какая у тебя цель жизни? Человек говорит, какую-то цель, мы тоже все это записываем на бумаге, отлично. Следующая точка, точка ухода, ухода из жизни. Вот представь, ты находишься в этой точке, что ты хочешь, чтобы люди о тебе помнили, что останется после тебя. некоторых клиентов прям очень сильно выбивает, и тогда мы еще потом с темой смерти работаем. То есть я себе делаю пометочку, и мы работаем с темой смерти, но уже следующую встречу. Но некоторые клиенты очень спокойно говорят, что и как в точке ухода, за что они хотят, чтобы их поняли, и что они оставят после себя. После этого я спрашиваю всегда уже про то, что было в жизни клиента, вот про этот участок. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, какие три самых радостных события были в твоей жизни? Человек отмечает и рассказывает про каждое событие радостное. Он отмечает их на линии времени, сколько лет ему было, и как-то помечает, и потом рассказывает про эти события. Техника линии времени занимает примерно час. То есть это прям час целый по времени. Дальше я спрашиваю, какие три самых несчастливых события были в твоей жизни? Опять клиент отмечает, опять рассказывает про эти три несчастливых события, и потом я спрашиваю, мне кажется, самый главный вопрос в этой технике, я спрашиваю, какие три события были поворотными в твоей жизни, и очень интересно, что клиент отмечает очень часто отрицательные события и поворотные в одно время. И когда мы эту технику, например, повторяем с ним через месяц или через два месяца, он рассматривает уже несчастливые события не как несчастливые, а как поворотные события. То есть, например, тема развода, которая была несчастной в жизни женщины, она через месяц после этой практики становится уже поворотной, а не несчастной. И вообще, когда клиент делает такой перепросмотр своей жизни, такой глобальный перепросмотр, взгляд сверху, такой стратегический взгляд, то у него меняется отношение к событиям, к самим, которые происходили в его жизни, меняется отношение к роду, к родовой системе. То есть, он больше начинает их ценить, больше начинает придавать этому значение, и плюс он относится по-другому к смерти. То есть, это все темы, очень хорошие темы для дальнейшей работы. То есть, вот эту технику, когда мы делаем, а дальше уже с клиентом очень хорошо работать, выстраивать всю работу длительную. Потому что я всегда учу своих студентов о том, что мы длительно работаем с клиентом, выстраиваем длительные отношения для того, чтобы помочь ему не просто разобраться с его проблемами, но и выстроить новую модель поведения. Потому что, вот, к сожалению или к счастью, я не знаю, у нас привычки не перестраиваются за один день. У нас нейронные связи не перестраиваются за один день или за одну встречу, ничего не изменится. Инсайт будет, да, после работы с психологом, даже суперталантливым психологом будет инсайт. Но привычки, еще раз, не перестроятся. То есть, как человек привык, например, страдать, у него гормональный фон выстраивается определенным образом, так он и будет дальше привык страдать. Ну, что-то там два дня его там, возможно, ему будет радостно как-то, но после этого он опять вернется на эту же свою стезю страдания. Поэтому, еще раз, длительная работа с психологом, точно так же, как длительные отношения между мужчиной и женщиной, дают гораздо больше результатов и клиенту, и психологу. Для того, чтобы клиент пришел к своему результату. Как работать с теми, кто не знает свой род, детдом? Это уже не подходит. Почему подходит? Смотрите, благодарность можно найти во всем, даже если человек не знает свой род. Вот, все равно у него есть какая-то история своя в голове про то, откуда он родом. Мы не знаем этих историй. У них в голове, еще раз, какие-то свои истории. Поэтому мы спрашиваем клиента обо всем. Коллеги, понравилось? Если техника, дайте, пожалуйста, огня. И перейду дальше к причинам. И буду еще какие-то техники давать. Вот так, причины техники будут давать. Смотрите, все равно есть какие-то генетические вещи, которые по ощущениям. Я спрашиваю клиента всегда про ощущения. Мы же не можем знать, какая фигура в роду, например, была сильная. Отличная техника. Спасибо большое, Лариса. Спасибо, Гюзель. Мы, когда даже выстраиваем систему психодрами, я выстраиваю родовую систему. То есть я ставлю фигуры бабушек, мам, папы, бабушки, дедушки. То есть мы прям раскладываем на полу, например. И раскладываем, разложили все. И дальше мы ходим. То есть клиент ходит и прям телом чувствует, какая фигура у него в роду, например, является более ресурсной. Клиент всегда знает. Я не знаю, как это происходит, но он знает. То есть я не фанатка эзотерики, не фанатка расстановок. Потому что, мне кажется, там тоже все-таки какие-то очень есть вот эти связи эзотерические. Я придерживаюсь все-таки рамок науки. И есть психогенетика, есть память предков, есть память клетки и так далее. Ну, то есть есть истории вот эти родовые, бессознательные. Ну, то есть все можно объяснить плюс-минус все. Я говорю про плюс-минус все. Можно объяснить, как это работает, как это устроено. И, соответственно, когда мы расставляем вот эти фигуры на полу, и клиент встает в ресурсную роль, он начинает чувствовать энергию. Он говорит, да, вот я понимаю, что, например, если пришла клиентка с темой замужества, я ее спрашиваю. И как ты думаешь, какая родовая фигура будет для тебя ресурсной, какая родовая фигура тебя поддержит в том, что ты хочешь выйти замуж за мужчину старше тебя на 20 лет. И она встает в каждую роль и чувствует телом. А какая родовая фигура ее сейчас поддержит в том, что она хочет выйти замуж за такого мужчину на много лет старше ее. И, как правило, мы всегда находим хотя бы одну родовую фигуру, которую она, возможно, даже не знала. Возможно, это прабабушка, которая умерла, когда ее не было. Но она чувствует, что это прабабушка, понимаете? Вот она чувствует, что это прабабушка, отлично. Нам, как психологам, в принципе, работать важно не с той картинкой, которая в реальности, а с той картинкой, которая в голове у клиента. То есть я работаю с той правдой, психологической правдой, которая в голове у клиента. Меня так учили. Меня так учили в МГУ, меня так учили на психодраме у Лены Лопухиной, я училась. То есть есть психологическая правда, которую клиент сам считает, что это правда. Отлично я буду работать с ней. Возможно, на самом деле фактически все было совершенно по-другому. Это не имеет никакого значения, потому что в психике у клиента запечатлен именно этот момент, что было вот так, что он чувствует, что вот так, и все. И я работаю только с этим, и ничего не меняю абсолютно. Если мы будем догадываться, а вдруг это было неправда, а вдруг вот мама себя так не вела, а вдруг дедушка там вот так себя не... Это не имеет никакого значения, это все не важно. На, коллеги, я надеюсь, это понятно, но это основы. Ну, я вам говорила, что теорию не буду рассказывать, поэтому углубляться в это особенно не буду. Елена пишет, благодарю за описание техники. Возможно ли ежедневная работа с психологом? Я считаю, что нет, нельзя работать с психологом каждый день, потому что психика не настолько пластична, как физика. То есть это мы физически взяли такие, пробежали, уже хорошо себя чувствуем, уже у нас там дофамин, там все выработалось, все. Психика не настолько пластична, поэтому по рекомендации еще раз вот моих коллег, по рекомендации моих учителей, я считаю, что минимум неделя должна проходить. В психоанализе два раза в неделю, возможно, встреча. И если вдруг у человека очень критическая ситуация, то есть вот что-то случилось, что-то произошло, гибель там родственника или шоковая травма какая-то, не знаю, землетрясение там или еще что-то, возможно, поддерживающая терапия, но, опять же, два-три раза в неделю, потому что клиенту нужно, чтобы процесс закончился предыдущий и начинать следующий процесс, я считаю, что не экологично, потому что психика догоняется в течение недели. То есть вот те, кто ходил на терапию, те точно знают, что в течение недели происходят еще какие-то инсайты, какие-то осознания, какие-то... Ну, коллеги, может быть, я одна такая, я не знаю, вы мне расскажите, потому что я 10 лет работаю вот так, с клиентами я сама работала, с психологом много лет. Ну, то есть еще раз, вот эти осознания, они происходят в течение недели. Ну, то есть что-то догоняется в течение недели. Нет такого, что там, хоп, на следующий день уже все, вся жизнь изменилась. Неделю, да, мы даем на завершение этого процесса. И через неделю спокойно начинаем следующий процесс, открываем следующую тему. Еще раз говорю, что речь не идет о каких-то суперкритических ситуациях, когда, возможно, поддерживающая терапия. Психикой должно все устаканиться. Вот, я согласна, Лариса. Да, согласна, минимум неделя. Согласна, раз в неделю. Все, коллеги, спасибо большое, потому что я такая, думаю, может, уже что-то изменилось, может, моя установка устарела за это время, за 10 лет. И я продолжаю учить своих студентов, что можно чаще. У психоаналитиков, я знаю, два раза в неделю ходят. Ну, то есть они прямо заключают контракт на два раза в неделю, и они ходят и занимаются. Ну, у них там своя какая-то тема. Я не знакома с психоанализом. Я знакома с психоанализом как с методом, но я не знакома, я не заканчивала психоаналитических университетов, институтов и курсов, поэтому не могу сказать, как работает психоанализ. Они же там работают методом ассоциаций, там, снов, еще чего-то, не знаю. Ну, видимо, как в моем представлении по Зигмунду Фрейду. Поэтому, возможно, у них там по-другому все. Все-таки, да, все должно устаканиться. Я согласна. Раз в неделю очень комфортно, и клиенты с удовольствием приходят тоже раз в неделю. Ну, то есть, если только вот что-то не горит, и прямо мне говорят, там, Ира, срочно, мне вот нужно срочно встретиться с тобой, тогда, да, я встречаюсь срочно. Ну, мало ли что, бывает. Как раз вот следующая причина, с которой я работаю, комплекс спасателя. Жить для других, забыть про себя. Возможно, причина – это установка родителей. Помните, раньше вот, ну, в школе я училась в советские времена, мне 49 лет, и я училась еще в советские времена, и, знаете, вот это вот было данка, вот отдай сердце другим, там, вот этот комплекс спасателя, то есть он прям вот есть все, вот предки спасти, всех поддержать, всем сердце отдать, все раздать, получить вот это внимание, любовь, или необходимо заслужить эту любовь, быть нужным. И, как правило, знаете, если есть этот комплекс спасателя, то я смотрю на человека и часто спрашиваю, скажите, пожалуйста, у вас родители учителя или военные, или медики? Ну, то есть... Вы знаете, мои клиенты, они говорят, Ирина, вы обладаете даром предвидения, вы как-то видите? Я говорю, нет, у меня просто очень хороший опыт. Я... Ну, возможно, вы у себя отследите тоже, если у кого-то вот учителя, военные, медики, родители, то есть вот это желание спасать, и, возможно, это тоже передается по роду, и мы тоже с этим работаем, в каких случаях человек... Ну, чтобы человек не погибал по палку, особенно если его это самого беспокоит. Ну, то есть... Потому что начинают спасать, сами знаете кого, начинают спасать алкоголиков, наркоманов, ну, то есть выбирают таких партнеров, которых нужно спасать. И, соответственно, потом приходят уже к психологу с проблемами, а почему я всегда выбираю таких мужчин, которых нужно спасать. Ну, вот, пожалуйста, оттуда эта тема. Так, неуверенность в себе. На спасательстве русские выиграли войну. Это была базовая функция, и теперь приходится с этим тщательно и долго работать. Возможно, возможно, еще раз, мы не можем переделать историю, возможно, еще раз, помните, у нас все как защитные механизмы срабатывает для того, чтобы нас уберечь как физиологически, как организм, и психологически, как человека, как личность. То есть все работает на то, чтобы нашу психику защитить. Все абсолютные механизмы бессознательного заточены на этом, поэтому работаем с бессознательными. С бессознательным клиентом гораздо проще работать. Ну, то есть пришел на тренинг, там, выявил какие-то логические законы, вот, работает вот так. Он такой, а, ну все, теперь понятно. А с бессознательным только к психологу можно пойти и проработать. Дальше. Неуверенность в себе. Возможно, родовые травмы, синдром неудачника. Есть такая тема у кого-то из предков. То есть несли вот этот синдром неудачника. Мне всегда не везет. Ну, то есть вот эта вот фраза, которую человек говорит, репрессии, межрасовые браки, опять же, расовые преследования. То есть вот эти расовые преследования, которые несут глобальное такое чувство вины. То есть я всегда смотрю, опять же, что несет сам человек. Какая тема, вот эта тема неуверенности в себе, насколько он себя неуверенно себя чувствует в другой стране, в другой, между другими национальностями, если он попадает туда. Ну, то есть еще раз, мы как психологи должны, должны быть очень нейтрально, очень спокойно в плане национальности, в плане цвета кожи, в плане головой принадлежности. Я не знаю, я работаю с геями, я работаю с лесбиянками очень спокойно. И здесь точно так же вот эти темы тоже всплывают, что там, откуда. То есть я смотрю, что в роду было. Дальше. На мой взгляд, это не спасательство было, а борьба за выживание и отставивание своей свободы территории. Ну, здесь я не буду, да, спорить. У каждого свое мнение. Дисфункциональные семьи, учителя, военные, медики. Лидия, возможно. Возможно, дисфункциональные, а возможно, абсолютно нормально все. Мы же не знаем, то есть, как там, что в семье. Дальше. Болезни сердца, рака, генетические заболевания тоже смотрю. Возможные причины в какой-то момент в своей жизни человек принял решение умереть. Найти этот момент и проклятие в роду смотрю тоже. То есть если была какая-то история, кто-то когда-то проклинал в род. Когда приходят люди с темой рака. У меня была клиентка, которая заболела. Она достаточно молодого возраста, ей около 30. И она пришла с темой рака. И мы с ней искали тему. Ну, вот этот момент. Я прям всегда ищу момент, когда человек принял решение умереть. В 5 лет. Ну, то есть, понимаете, это на поверхности еще раз не лежит. То есть можно отследить этот момент. Тяжелая очень работа. Но, тем не менее, смотрите, мы отслеживаем момент, когда ребенок, прям ребенок принял решение умереть. То есть что-то такое трагическое случилось в его жизни, что человек принял решение умереть. И мы работаем уже с этим моментом, с этой темой травмы смерти. И мы ищем причины, чтобы жить. А зачем жить? А проработать эту травму? Я делаю redoing. То есть я делаю психодрамы, я делаю переигрывание сцены. Я не могу изменить обстоятельства, которые были в этой сцене. Не могу, просто физически не могу. Но могу сделать redoing. Редуинг, вот те, кто знает, те, кто знаком с психодрамой. А если нет, знаком, приглашаю вас к себе вот в августе на психотерапевтическую группу, то есть обучающую терапевтическую группу. То есть я буду там и показывать, как терапию делать, и обучать сразу. Вот мы делаем redoing таким образом, что вводим туда ресурсную роль и переигрываем ситуацию. Но еще раз, мы не можем изменить обстоятельства. То есть мы не меняем психологическую правду клиента. Мы меняем отношение только к этой ситуации. Отношение только от того, чтобы мы ввели ресурсную роль туда. Вот ведение ресурсной роли, оно помогает нам как раз, ну, знаете, вот, например, там ресурсная фигура в роду у бабушки. Я всегда спрашиваю клиента, я говорю, отлично, как ты думаешь, вот кто тебе мог помочь в той ситуации, кто мог прийти в ту ситуацию? Она говорит, бабушка, все, ввели бабушку в эту роль. Бабушка пришла, бабушка обняла, бабушка погладила, клиентка поплакала. Все, после этого спокойно смотрим, через неделю уже смотрим, ни сразу, ни на следующий день, ни в коем случае, потому что у клиента еще целую неделю будут вот эти вот осознания идти и какие-то инсайты, и доигрывание этой ситуации, потому что особенно родовые вот эти работы, работа с родом, она, я не знаю, она может и две, и три недели идти, потому что, ну, вот тяжелые процессы происходят в голове у человека. И, соответственно, вот эта история все переигрывается. Ну, вот, дала еще по такую технику, техника редуинга. Я не знаю, насколько понятно, потому что, ну, психодрама – это, еще раз, обучение. Это не то, что, вы знаете, вы послушали сейчас меня и научились психодраму делать. Мне нужно смотреть. Как ищете отправную точку? Спрашиваю у клиента. Обычно погружаю в гипноз. Смотрите, я не сильно использую методы гипноза, но, тем не менее, для того, чтобы найти вот эту отправную точку, я его погружаю в это гипнотическое состояние для того, чтобы он вспомнил. Если он вот так сразу с лету не вспомнил, а бывает такое, что вот сразу прям все вспоминает, он говорит, слушай, мне 5 лет было. А саму ситуацию, например, может, не помнить. Мы погрузились в эту ситуацию с ним, вспомнили, он вышел из состояния гипноза, и все. И дальше уже работаем с той ситуацией, которая вот всплыла на поверхности. Понимаете, да? В моей семье не было учителей, вольных медиков, но дисфункция зашкаливала. Вот, тоже да, такое бывает. Ну, то есть, это не обязательно. Как говорит мой друг, выдавая, возможно, 200 вариантов. Дальше страх смерти и определенные даты. Я уже говорила, синдром годовщины. Частые аборты. Частые аборты у женщин связаны со страхом рождения детей из-за рождения в роду детей-инвалидов, смерть детей, голод. Ну, то есть, отматываем, смотрим, что, почему, почему женщина вообще делает эти аборты, или почему мама делала аборты, для того, чтобы простить маму, что она делала аборты. Например, приходит женщина и говорит, что, слушай, моя мама очень много делала аборты, и я никак не могу простить. Я помню про то, что вот она делала аборты, мне хотелось всегда брать, я хотелось всегда сестричку. Вот, что делать? И эта тема всплывает. И я сейчас вообще не понимаю, то ли мне рожать детей, то ли мне не рожать детей, а мне уже 32. Ну, то есть, мы эту тему тоже так же с ней исследуем, идем очень глубоко, смотрим, что и как, и, конечно же, прощаем маму. Почему? Потому что, смотрите, вот здесь можно ввести технику, я сразу буду давать технике. Вот здесь, например, например, то есть, не обязательно в этой теме, например, можно ввести в эту работу фигуру мамы, и как я работаю? Я предлагаю клиенту из роли мамы прийти к терапевту, ко мне. То есть, я ей говорю, вот сейчас ты будешь своей мамой, и ты придешь ко мне, как мама. И клиент играет роль, вот эту роль в психодраме, то есть, она приходит ко мне, как мама, не как дочь, там, Оля, предположим, или, там, давайте, Марфа, чтобы здесь не было таких ассоциаций. Вот Марфа, у меня клиентка Марфа, она приходит из роли Нины, ее матери. Все, она приходит, садится, и я работаю с Ниной. В этот момент мы что делаем? Мы кладем роль Марфы на стол в виде какого-то предмета, либо платочка. Я люблю с платочками работать часто, и, соответственно, я кладу на стол роль, ну, потому что я работаю онлайн, и мне, соответственно, удобно таким образом. То есть, она сама как будто присутствует в этот момент, в этой сцене, и я работаю уже с ее мамой. Что происходит в этот момент? Она вошла в роль мамы, и продолжает говорить из роли мамы. Почему вы... И дальше я уже общаюсь с мамой. Расскажите, пожалуйста, вот сколько абортов вы сделали, как вас зовут, сколько вам лет, там, ну, то есть я все-все-все сначала ввожу в роль, спрашиваю, что и как, а потом уже начинаю с мамой работать. Мама начинает плакать, ей очень жалко этих детей. Она рассказывает про причины, почему она сделала эти аборт. Еще раз, эта клиентка изоли мамы, представляете, да? И когда она выходит уже из этой роли в конце работы, то очень интересно получается, потому что она уже сочувствует своей маме. Она уже понимает причины, по которым ее мама сделала эти аборты, понимаете? Она уже выработала сочувствие, и ей становится жаль свою маму, и она уже готова ее обнять, она уже ее обнимает, она уже общается с ней. Еще раз, это все происходит психологически в процессе психодрамы. Ну, то есть вот сам принцип понятен, коллеги, насколько вот, еще раз, я ввожу, можно вызвать бабушку, можно вызвать дедушку на сеанс терапевтический, и можно вызвать кого угодно, и клиент сам садится в роли вот этой родовой фигуры, и мы с ним проводим сеанс. Потом, интересно, очень мне клиенты пишут такие теплые благодарности, знаете, что они говорят? Они говорят, Ирина, спасибо тебе от моего дедушки за то, что ты с ним поработала, он тебе очень благодарен, хотя дедушке уже нет живых, и дедушка давно умер, а вот то, что мы поработали с этой родовой фигурой, настолько сильно имеют большое влияние, большое значение на текущую жизнь человека, что всплывают вот эти благодарности к терапевту, который проработал с умершей фигурой, понимаете? Таким образом можно проработать любую умершую фигуру, то есть можно взять фигуру умершего мужа, или там умершего ребенка, или еще кого-то, и таким образом, например, снять чувство вины с самого клиента, потому что у клиента, вы же понимаете, что клиент очень часто застревает в этой фазе ПТСР, в фазе обвинения себя, либо в обвинении других, ну то есть таким образом можно еще параллельно чувство вины снять, ну то есть вот родовые фигуры, с которыми прям непосредственно уже я работаю. У меня была клиентка 25 абортов, 25 абортов, на вопрос, почему ответ, боялась за фигуру, за красоту. Это, смотрите, это логический ответ, боялась за фигуру, за красоту. Если мы пойдем бессознательно и пойдем еще раз в родовую тему, пойдем исследовать более глубоко, я вас уверяю, у клиентки будет такое количество слез, такое количество сожалений и переживаний. Это вот внешне, знаете, для обычной аудитории, ну там для подруг или для знакомых, или еще для кого-то, ну да, для врача можно сказать, я боюсь за красоту, боюсь за здоровье, там еще что-то, не важно. Но если мы начнем работать более глубоко с клиентом и у вас с клиентом очень теплые доверительные отношения, то я не верю, что у нормальной психически женщины нет сожалений никакого по поводу тех абортов и тех детей нерожденных, которые были. То есть там очень какая-то глубокая травма, потому что 25 абортов это прям очень сильно ну какая-то травмированная фигура есть. Это не обязательно, что она сама травмирована, это может быть травмирована ее мама и ее бабушка, ее прабабушка, то есть этого я не могу сказать. Это норма, что мама рассказывала дочери о многочисленных абортах. И вы знаете, спасибо за вопрос, Елена, я вспомнила у нас по психопатологии, был очень интересный преподаватель в МГУ, и он рассказывал про то, что нет никакого понятия нормы, есть понятие относительности и понятие процента, процента ненормальности или процента нормальности по отношению к сообществу, а так на самом деле нет никакого понятия нормы, психологическая норма вообще или вообще морали, что такое норма, нет никакого понятия, то есть есть какие-то общие принципы в жизни, но вот вам никто не скажет, что есть норма, что есть ненорма. Каждый клиент, который ко мне приходит, меня спрашивает, Ирина, а это нормально? А я нормальный? Я ему не могу сказать, что он нормальный или ненормальный. Я не психотерапевт, я не клинический психолог, я не работаю с психотиками, я всех психотиков отправляю по назначению. Я работаю только с обычными людьми и с обычными ситуациями, которые я вам рассказываю. И, соответственно, если клиент меня спрашивает, такие вопросы задает, мы с ним как раз идем исследовать эту тему. То есть я спрашиваю, а что для тебя норма? А почему ты считаешь, что ты ненормальный? Кто тебя когда-то, когда-то задавал такой вопрос? Ну вот откуда такие сомнения появились вообще в нормальности, понимаете? Ну то есть если мы имеем дело с обычными людьми, мы эту тему нормы просто исследуем. А сама я не могу дать ему поставить диагноз и сказать, слушай, ты нормальный, с тобой все в порядке. Я психолог, я классический психолог, я работаю с людьми, но я не бог и не судья, и я не даю никаких оценок, не даю никаких советов. Это здесь с вами я могу рассказать какие-то техники и практики, с которыми я работаю, но давать какие-то оценки к ним, я не имею права. Что за травма может быть про множество абортов? В ЭДВ, возможно, 200 вариантов, то есть мы понятия не имеем, что там может быть. Но то, что вот такое большое количество абортов, то, что это говорится, что это точно какая-то травма, ну и очень сильно, это можно гадать, но гадать я не гадалка. То есть когда ко мне приходят и говорят, Ирина, а что может быть вот за этим? А что может быть за этим? Там, возможно, 200 вариантов. Я не гадаю, я спрашиваю у клиента всегда. То есть я иду с ним, я рисую, я иду в психодраму, я использую гипноз, ну то есть я использую метафорические карты, в конце концов. Ну то есть очень много методов есть для того, сказкотерапия, очень хороший метод, я люблю сказкотерапию. Ну то есть можно использовать огромное количество методов для того, чтобы докопаться до бессознательного клиента и найти эту причину. Но самим гадать смысла точно нет. Коллеги, не нужно гадать. Так интересно, кто-то после одного аборта больше не может забеременеть, а здесь 25 абортов. У всех своя история родовая. Отлично. Дальше. Страх смерти сказала. Вот как раз следующее, 19-е. Частые аборты. Возможные причины. Вот. Страх рождения детей, я уже сказала, из-за рождения возродут. Это детей инвалидов, смерть детей, голод. Чувство вины, чувство стыда, возможные причины насилия, несчастные случаи, воровство, убийство, участие в военных действиях. В военных действиях очень часто приносят после участия в военных действиях чувство вины. И военные, как правило, не хотят как раз говорить то, что мы сегодня затрагивали на тему войны, потому что они видели такое, что про это они считают, что лучше никому не знать. Им стыдно. Чувство вины, чувство стыда, очень сильные чувства. Настолько сильные, что с ними можно работать годами. И можно даже не прийти к какому-то суперрезультату. Можно годами исследовать эту тему. Можно, конечно, пойти к каким-то магическим женщинам или мужчинам, которые руками поводят и что-то скажут. Вот у вас энергия, вот у вас там еще что-то. Простите, коллеги, если кто-то этим занимается. Но, тем не менее, я считаю, что мы докапываемся все равно до какой-то причины в роду, что, как, откуда вот это чувство вины, чувство стыда, откуда вообще чувство причинить кому-то вред или чувство причинить вред самим себе. Ну, то есть, вот с этими темами работаю прям очень-очень глубоко, очень серьезно тоже исследую, всегда иду, смотрю, что там в роду. Хотела какой-то пример привести. Вот, хотела пример привести по поводу Бога или не Бога. Как раз ко мне пришла клиентка, она пришла с темой глубокого чувства вины. И она сказала, что она не с собой хочет работать, она хочет, чтобы я поработала с ее дочерью-подростком. Я работала два года с подростками, потому что мой сын тогда был подростком, и я как раз закончила МГУ и работала с подростками два года, мне была эта тема очень интересна. И я работала с девочкой, у нее там была и депрессия, и желание докончить лицом убийством. Ну, то есть очень-очень много всего было, и вдруг у нее какое-то чувство вины, которое вообще не ее. Ну, то есть она не понимает, она вот живет с этим чувством вины, но она ее, она даже не понимает, за что у нее это чувство вины. Мы с ней эту тему раскопали. Я приглашаю маму, и мама вдруг, мы сидим с ней, разговариваем, просто это не платный сеанс, мы просто с ней разговариваем. Я говорю, слушай, ну вот я бы поработала, давай поработаем с чувством вины, насколько вообще ты готова. И вдруг мама отказывается. То есть, представляете, мама отказывается работать, она говорит, я не готова работать. И да, в таких случаях, как мы поступаем? Ну, то есть я не могу ее заставить. Я говорю, ну, ты понимаешь, что это чувство вины, оно тоже передается, и твоей дочери так же, и твоя дочь тоже несет. Она говорит, я ничего не могу сделать, но я не готова работать с этим чувством вины. Мне настолько больно, настолько тяжело, что я не готова с этим работать. И до сих пор для меня это тайна, до сих пор это для меня загадка, незаконченный гешталь. Но я попросила ее в психодраме использовать такой метод, такой прием, когда мы просим клиента, я прошу ее произнести такое предложение. Я говорю, хорошо, давай тогда ты сама себе пообещаешь, что в тот момент, когда ты будешь готова проработать эту тему, то ты обратишься за помощью к какому-то профессионалу и проработаешь это чувство вины. И она произносит эту фразу, она говорит, да, когда я буду готова, я обязательно проработаю эту тему со специалистом. Все, вот на этом мы отпускаем клиента. То есть это не наша обязанность спасти клиента, это не наше право спасти клиента. Мы не можем вообще ничего сделать в этой ситуации, понимаете? Коллеги, кто вот был в таких ситуациях, возможно, опять же, поделитесь. Мне просто интересно будет, вот насколько вы выходили из этих ситуаций, что вы делали в таких ситуациях. Вот клиент не готов идти в эту тему. Некоторые клиенты говорят мне, что я не хочу работать с мамой. Прямо сразу приходят и говорят, я не хочу работать с мамой, я не хочу работать с папой, я хочу работать только с той проблемой, которая у меня есть сейчас. Я говорю, отлично, хорошо, давай работать с той проблемой, которая у вас есть сейчас. Я не иду с ней в маму, в папу или еще куда-то до определенного сеанса, до тех пор, пока она сама не будет готова. Она сама мне потом говорит, слушай, Ир, я же понимаю, что это вот от мамы, давай пойдем все-таки поработаем туда. И все, и мы идем и работаем туда, абсолютно нормально. Это ответственность клиента, если еще не готов, толку мало. Да, Елена, спасибо большое. Хорошо. Дальше, тревога. С темой тревоги я работаю, как правило, тоже, ну вот эта родовая, может быть, возможная причина, какое-то нежелательное зачатие, рождение любого из предков или самого клиента, преследование, переезды, без вести пропавшие родственники, кстати, тоже тема. Всегда исследую, был ли кто-то, кто пропал без вести, вот исчез человек. Ну, таких же случаев тоже достаточно, когда в роду кто-то пропадает, ребенок или взрослый, или во время войны, или вот в настоящее время. Потом таинственное исчезновение, отсутствие каких-либо сведений про своих родителей, свой род, вот, возможно, тревога, то есть, возможно, клиент тревожный и суперконтролирующий. Соответственно, тоже смотрим, где там родовая история, какая тема, что несет. Вот. Как работать? Технику даю. Я беру тоже очень простую технику. Мы с ним работаем с будущим. То есть, тревога – это же про будущее, то есть, у человека есть какая-то фантазия, и вот эта фантазия, она его тревожит, она его беспокоит. То есть, депрессия – это всегда про работу с прошлым, тревога – это всегда про работу с будущим. И когда мы работаем с будущим, то есть, я всегда прошу клиента, например, одна из техник, техник, ну, я не знаю, у меня более 400 техник в курсе, 105 техник для работы с клиентами. То есть, вот здесь я прошу клиента описать подробно его будущее просто вот на бумаге. Он мне пишет сочинение. Он пишет это сочинение. Я прошу его, чтобы он мне его прислал либо с фотографией, либо сочинение про будущее. Либо вот я вчера рассказывала технику двух стульев, когда один клиент, ой, клиент ставит два стула. Один стул из настоящего, другой стул из будущего, и у него происходит вот эта беседа с одного стула на другой. Это все вот лучше на обучающей терапевтической группе, конечно, показывать. То есть, когда два стула ставят, как этот разговор происходит, ну, я не знаю, более опытные коллеги наверняка уже все это знают, и я не буду сильно углубляться. Ну, то есть, вот это сочинение он пишет про будущее, у него часть тревоги, естественно, снимается. Через какое-то время я достаю это сочинение, мы с ним вместе его читаем, смотрим, пересматриваем, и он через какое-то время терапии, через два, через три месяца может переписать это сочинение и добавить туда каких-то красок. Но, еще раз, тревога снимается любой определенностью. Вот это сочинение для него это уже определенность, то есть, тревога снимается, то есть, тревога, это, еще раз, возможная картинка одного из, там, будущих клиента. И как только он сочинение отдает бумаги, то есть, пишет на бумагу все свои чувства, переживания, эмоции сливает на бумагу, ему становится легче. Тревога может уйти, может не уйти. Если тип прям тревожный, я не сильно люблю работать прям с супертревожными типами, потому что это, все-таки, особенность работы, это особенность специфики. И есть специалисты, которые работают только с тревожными людьми. А если у него появилась какая-то тревога, например, или она у него периодически появляется, тревога, то есть, вот таким образом мы эту тревогу снимаем. Рисуем, пишем, делаем работу с будущим. То есть, любой вариант, возможно, для прояснения будущего. Вот эта тема понятна. Можно же проработать маму через образы в символ-драме. Клиент даже не осознает о том, что с мамой будет проработка. Вы не прорабатываете так маму. Я за то, чтобы клиент осознанно шел и прорабатывал маму. В символ-драме можно мифодраму использовать, можно использовать все, что угодно. Ну, а если клиент не прорабатывает, и мы, знаете, таким тайком что-то там прорабатываем от клиента, не зная. Ну, то есть, я за то, чтобы клиент осознавал и чтобы он понимал, ага, вот это его мама, его родовая фигура. Установки идут оттуда. Все, вот, пожалуйста, идем осознанно и прорабатываем, берем прямо тему мамы. Она все равно всплывет, понимаете? Ну, то есть, эта тема все равно всплывет в работе с девушкой, она не может не всплыть. И лучше пусть она осознанно примет решение, и мы осознанно пойдем и спокойно проработаем. Маме нужен солидный возрастной специалист. Вы для нее девочка. Я даже не поняла, вот, Анна, это кому сейчас относится? Девочка. Мне уже 50 лет, спасибо вообще. Но на улице бабушки меня называют. Ой, девочка, сколько тебе лет? Мне в этом году уже 50, через несколько месяцев будет. А я, конечно, для кого-то, да, девочка, я согласна. Возрастной специалисты ищите, я же не против. А если тревожное депрессивное расстройство? Это не ко мне, я не работаю с тревожно-депрессивным расстройством. Смотрите, еще раз, я не психотерапевт, я психолог. Я заканчивала возрастную кафедру психологического факультета МГУ. Я не работаю с какими-то суперрасстройствами и с психотиками, потому что для этого есть специалисты, которые конкретно работают. Коллеги, хорошо, дальше. Выбор рискованных видов спорта. Да, то есть я смотрю всегда, опять же, почему человек выбрал вот этот рискованный вид спорта, почему, откуда у него вот эта вот потребность в адреналинозависимость, откуда возможная причина самоубийства в роду, алкоголизм, наркомания. То есть мы смотрим все равно зависимость, потому что это зависимость. То есть я смотрю, что зависимость. Я не очень люблю работать с зависимостями, но тем не менее, если такая тема есть, а бессознательно все равно вот этот рискованный вид спорта, это все равно есть бессознательное желание закончить жизнь самоубийством. То есть вот этот страх. А почему? Откуда? Что? То есть смотрим. Особенно смотрим, если бабушки, дедушки, там кто-то был военнослужащими. Ну, то есть смотрим. Классный эфир. Спасибо большое. Легкий, при этом такой насыщенный. Спасибо. Все, уже заканчиваем. Буквально осталось 7, сколько тут? 6 этих. И все. И закончим на сегодня. Потому что я обычно в час 30 укладываюсь. Синдром кочевника или отсутствие чувства дома. Исследую обязательно, что, как, почему. Что там у родителей, как часто переезжали, какие конфликты были, переезды в семье, отсутствие семейных традиций, ритуалов, кочевнический образ жизни предков возможен. Ну, то есть вот этот синдром кочевника тоже, возможно, сталкивались когда-то. Я сама работала с синдромом кочевника. Очень интересно. Ну, то есть поисследовать эту тему. Выбор определенных партнеров. Почему женщина выбирает одного и того же. Тоже уже говорила. Панические атаки. Деньги опасны или все равно отнимут. Сколько не зарабатывая все в долгах. Это я уже говорила. Если я буду болеть, то он никуда не уйдет. То есть есть такая история в роду. Например, когда муж или отец или кто-то не уходит от женщины только потому, что она болеет. И, соответственно, у человека есть такой паттерн, который он несет. Он тоже начинает болеть, потому что он понимает, что жена, например, от него никуда не уйдет. Потому что его мама не бросила отца. Ну, то есть вот эти темы тоже повторяющиеся смотрим. Ну, это тоже психосоматика. И вот она психосоматика. Вот она причина. Ощущения меня никогда не хотели. Меня никогда не любили. И синдром отложенной жизни. То есть там мы смотрим отложенную жизнь. Возможные причины крупные провалы. Банкротство предков. И так далее. Это 30 причин, которые я вам назвала. Еще какую-то технику давайте расскажу сейчас. И буквально на этом закончим. Потому что, ну, про род я вам говорила. У меня есть антипы по работе с родом. Он входит в курс 105 техник. Там 7 дней я рассказывала про то, как работать с родом во всех тонкостях и подробностях. Есть такая техника. Называется папа, я не знаю откуда. Особенно если... Ну, вы можете любую фигуру взять. На самом деле, только не обязательно папа. То есть вы можете любую фигуру взять в роду. Вы спрашиваете об этом у клиента. Например, клиент к вам обращается со страхом рождения ребенка. Либо с неуверенностью в себе. Например, вы можете ввести родовую фигуру любого из членов семьи, который, еще раз, пользуется хорошей репутацией, на которую ваш клиент может опереться, ресурсную фигуру. И вы можете предложить клиенту. Вот как ты думаешь, кому из родственников ты мог бы обратиться за помощью? И клиент говорит, слушай, вот мне интересно про рождение ребенка поговорить с бабушкой. Я говорю, отлично, все, давай начинаем разговор с бабушкой. И дальше мы начинаем его с такой фразой. Вот бабушка, я не знаю откуда мой страх рождения ребенка. Все, и вот дальше мы как раз вводим роль бабушки, и уже бабушка отвечает. И мы вот эту технику используем. И, ну, можно еще раз использовать, если это папа, например, то папа, я не знаю откуда моя уверенность в себе. Бабушка, я не знаю откуда моя неуверенность в себе. Бабушка, я не знаю откуда мой страх умереть там в 42 года от инфаркта. Вот мужчину я приводила пример. Ну, то есть вот с любым вопросом мы обращаемся к родственнику, еще раз к ресурсной фигуре, которая нам как раз дальше может рассказать, откуда вот эта неуверенность в себе. И мы сами вводим клиента в роль бабушки, в роль папы, в роль дедушки, неважно. Мы вводим клиента в эту роль для того, чтобы уже из роли сам клиент рассказал про то, откуда у человека этот страх. Понимаете, да, коллеги? То есть это, еще раз, методика психодрамы, обучающая терапевтическая группа и так далее. Давайте еще какую-то, хочется еще что-то рассказать, как будто, вроде мало. Давайте технику работать с телефоном. Очень люблю прям простая техника, телефонный разговор называется техника, когда я прошу человека позвонить своей бабушке, даже которая умерла, или позвонить своей маме можно, позвонить своему дедушке можно. То есть я предлагаю клиенту прям представить, опять же, где там находится бабушка, дедушка, неважно даже, если они умерли. Он представляет, как будто он им звонит. И он берет трубку и начинает разговаривать прямо по телефону. То есть я прям прошу человека взять телефон, он берет телефон и как будто бы набирает номер бабушки и начинает разговаривать. И, знаете, это очень интересно, потому что он обычно опускает глаза, то есть уходит в себя и начинает разговаривать. Я записываю в это время все для того, чтобы клиенту потом эти слова вернуть. Бывший муж умер, можно ему позвонить? Да. Елене, можно ему позвонить, потому что вот этот разговор, он очень сильно освобождает. Я предлагаю вам, если вы сами с собой будете делать это, поставить прямо на диктофон и потом прослушать эту запись, потому что будет очень интересно, потому что есть такой способ, монодрама называется, тоже в обучающей терапевтической группе буду рассказывать про это. Ну, то есть когда мы сами с собой можем проработать это, и нам не обязательно там очень много людей и даже терапевт не обязательно, особенно если прям ситуация не сильно какая-то ретравматизирующая, потому что есть такие темы, с которыми желательно не работать самостоятельно, то есть лучше все-таки найти интервизорскую группу, либо какого-то бадди поддерживающего. У нас клуб есть, мы в клубе психологов, там как раз работаем с помощью бадди, с помощью троек, ну, то есть приглашаем коллегу для того, чтобы поработать, какую-то тему проработать, и коллеге польза он может эту тему проработать, и, соответственно, нам тоже польза, потому что мы у себя что-то можем проработать. И вот таким образом телефонный разговор можно провести, я звоню тебе, чтобы, привет, там, ну, я звоню тебе, чтобы тебе, и дальше мы говорим, клиента побуждаем говорить все, что ему приходит в голову, можем задавать какие-то уточняющие вопросы, что бы тебе еще хотелось сказать, за что бы ты хотел поблагодарить своего мужа, например, или свою бабушку, или свою дедушку. Ну, то есть мы просим клиента, мотивируем его, чтобы он провел вот этот вот монолог и прояснил все со своим родственником. Ну, в общем, коллеги, если у вас есть вопросы еще, можете писать. С 12-летним подростком можно использовать эту технику? Можно, да. Психодрама очень хорошо работает с подростками, я работала с подростками, они вообще в полном восторге, потому что это игра, это же театр. Ну, то есть это как театр, и... Сейчас, собачка у меня. Сейчас, собачка, тихо. И им нравится играть, это как театр, понимаете? Поэтому подростки очень хорошо идут на психодраму. Коллеги, я вас всех приглашаю на бесплатную консультацию к моему со-коучу. Если вам интересны какие-то мои курсы, если вам интересно учиться у нас в клубе, если вам интересны обучающиеся терапевтические группы, если вам интересно продвижение, то есть если вы хотите найти больше клиентов, работать онлайн, путешествовать, зарабатывать от 100 тысяч рублей, путешествовать по всему миру, то я вас приглашаю всех на бесплатную консультацию к моему со-коучу. Он очень теплый, душевный человек, он вам все расскажет, покажет, какие курсы есть, куда направит, ничего лишнего точно не продаст, продаст только то, что вам необходимо, продаст только то, что вам нужно. И, соответственно, пишите свои три вывода лично мне, личку можете писать в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграме, где удобно. Я вам пришлю список литературы по работе с родами, то есть вам точно будет очень полезна те книги, которые я рекомендую. Отличный эфир, благодарю, спасибо. Как получить 100 убеждений по работе с деньгами, которые я проводила вчера. Это нужно написать три вывода мне по вчерашнему эфиру. Как только вы напишите, я пришлю вам табличку с денежными убеждениями, которые мешают вашим клиентам и вам расти в деньгах. Спасибо большое за эфир. Еще раз, если нет вопросов, то на сегодня все. Еще раз приглашаю вас на бесплатную диагностику. Пишите в личку, пришлю ссылку, как записаться на диагностику, как что. Не стесняйтесь. Всем хорошего дня и ромашек. Все, счастливо. Писать, я не пользуюсь Инстаграмом. Пишите мне вот сюда в Телеграм. Нажимайте и пишите. Я вам сейчас пришлю запись сюда и прям можете мне писать. Продолжение следует...